Тиньков стал составлять задачи для профильного ЕГЭ по математике. Да, мне было страшно, но я это сделал. Конечно, не сам Тиньков, но на самом деле у Тинькова есть проект по образованию, где периодически проходят всякие разные интересные штуки, в том числе там проходил пробный ЕГЭ. И сегодня я хочу показать вам, как решается параметр из пробного ЕГЭ от Тинькова. И тут хочется сказать, что это классный параметр по той простой причине, что он, во-первых, содержит в себе один очень важный равносильный переход, который необходимо знать перед ЕГЭ 2024, ну а во-вторых, просто метод, который мы будем его решать, тоже крайне полезный. Ну а ты на канале профильматика, меня зовут Игорь Уколов, ну и погнали! Итак, параметр, который мы собираемся сегодня решать, вот такой. Это модуль x2-8x±3a. И спрашивается, когда это уравнение имеет 4 решения. Ну, как мы здесь будем действовать? На самом деле здесь надо понимать, что подобное уравнение, когда у нас на самом деле в правой части стоит непеременная параметра, ну на самом деле даже если переменной мы делали бы то же самое, это уравнение будет иметь решение только если правая часть больше либо равна нуля. Ну, по той простой причине, что модуль не может равняться отрицательному числу. Итак, мы должны точно сказать, что 3a у нас больше либо равно нуля. На самом деле равно нулю можно сразу не рассматривать, при равно нулю у нас сразу будет квадратное уравнение и максимум 2 корня, а нам нужно 4. Но давайте все-таки напишем больше либо равно нуля. Ну и если правая часть больше либо равна нуля, то выражение под модулем может равняться либо правой части, либо минус правой части. То есть равно либо 3a, либо x квадрат минус 8x плюс a равно минус 3a. Вот этот вот переход на самом деле будет работать для очень большого пласта уравнений с модулем. Ну и надо знать, что когда мы хотим решать неравенство вида, модуль f равен g, то это всегда про g больше либо равно нуля, ну и f равно плюс-минус g. Вот, собственно, вот такая вот у нас получается здесь система. А мы же возвращаемся к нашему примеру, и что мы будем делать дальше? А дальше мы, конечно, видим, что все ашки можно собрать в одной части, а все иксы в другой. Но это наводит нас на мысль, а давайте это построим. Ну это же прямо какая-то суперочевидная идея. Если мы сейчас а выразим, то у нас будет две параболы, ограничение на а, ну и все. Дальше мы пустим считывающую прямую, и все получится. Вот, ну давайте тогда смотреть, что у нас получается. У нас здесь получается а больше либо равно нуля, при этом у нас получается, что значит а перенес, здесь будет 2а, тогда а равно х квадрат минус 8х на 2. Ну а здесь у нас будет а равно, значит перенесли сюда, это перенесли сюда, 8х минус 8х минус х квадрат, делить на 4. Вот. Вот, собственно, получилось у нас два вот таких вот уравнения. Ну и с этими уравнениями мы можем легко просто их построить. Это график параболы, здесь ветви вверх, здесь ветви вниз. И самое классное еще, что про обе параболы мы знаем, что они проходят через точку, ну смотрите, у нас оба раза, если х квадрат минус 8х равно нулю, или х на х минус 8 равно нулю, то получается, соответственно, что у нас, соответственно, получается? Значит, получается у нас х равно 0 или х равно 8, то есть есть вот эти вот две точечки. Ну и давайте попробуем теперь это все построить. В осях х от А, вот здесь у нас х, вот здесь у нас А. Нас интересует, на самом деле, с вами только верхняя полуплоскость, потому что есть условие А больше либо равно нуля. И мы знаем, что обе параболы у нас пройдут через точку 0 и через точку 8. В том числе, это нам намекает на то, что вершин-то мы тоже знаем. Вершина у нас, если есть два корня, то вершина как раз у нас оба раза в четверке. И тогда вот здесь х вершина равно 4, у вершина чему равна? Надо вместо х подставить 4. Ну вот очень грамотная еще раз идея, что вершина находится всегда посерединке между корнями. Ее можно было найти по обычной формуле, но так гораздо быстрее, если заметить, что корни здесь и здесь находятся легко. Итак, у вершина у нас получается соответственно подстановкой 4, а здесь 16-32-16, минус 16 на 2, минус 8. Вот, получается 8, то восьмерка минус 8 будет находиться вот тут. Вот, ну а другая, соответственно, у нас парабола, здесь также х вершина у нас 4, ну а у вершина 32-16, это 16, 16 на 4, у вершина, это будет 4. 4, вот здесь просто 4. Ну и дальше, давайте одну параболу я построю желтым, вот так, а другую параболу давайте я построю зеленым. она пойдет, она пойдет у нас вот так. Ну а теперь мне нужно выбрать часть, при которой а больше либо равно нуля, но эта часть, она у нас выглядит вот так. Раз, два, ну и собственно 3. Вот. Ну и дальше, мы, кстати, знаем, что эрик вершин у нас 4. Нас спрашивают, когда считывающая прямая будет иметь с этим графиком ровно 4 общей точки. Ну давайте осознаем, что это будет происходить. А, между вот этими двумя положениями, причем сами положения нам не подходят. Здесь у нас 3 решения, здесь у нас 2 решения. Вот. Ну и получается тогда, что 4 решения будет вот здесь. 4 решения. Ну и получается, что а у нас принадлежит от нуля до 4. Вот такая вот у нас получается задача. И вот такой вот у нас получается ответ. Ну здесь хочется сказать, что если вы не захотели это строить в осях икса, а просто посмотрели, вот посмотрели просто на эти два уравнения, то, естественно, вы могли бы эту задачу совершенно спокойно решить и аналитически. То есть здесь на самом деле нужно сказать, что x квадрат минус 8x минус 2а равно нулю. И посчитать дискриминант. Дискриминант здесь будет 64 плюс 8а. Это должно быть больше нуля, чтобы было 2 корня. Ну и отсюда мы получаем, что а должно быть больше минус 8. Вот. Ну а у второго уравнения x квадрат минус 8x плюс 4а равно нулю. У него тоже дискриминант должен быть больше нуля. И получается 64 минус 16а больше нуля. Получается, что а тогда должно быть меньше 4. Ну и получается тогда, если мы рисуем числовую прямую, мы помним, что нам нужно только брать а больше нуля. У одного вот здесь живут все корни, у другого вот здесь живут все корни. Если бы ограничение а меньше нуля у нас, а больше либо равно нуля у нас не было, мы бы, соответственно, взяли бы больший промежуток, но здесь у нас это ограничение есть. И единственное в этом решении, что нужно пояснять отдельно, это, а не совпадают ли у этих двух уравнений корни. То есть нет ли у этих двух уравнений общих корней. Ну здесь очень легко понять, что единственный случай, когда корни совпадают, это на самом деле а равно нулю. Вот. Потому что одно уравнение у нас... Ну давайте, если у нас корни совпадают, то эти корни точно решение вот такой системы. У нас при одинаковом x и одном и том же а оба уравнения выполняются. Ну то есть вот такое вот 4а равно нулю. Ну и, собственно, вот эта система вычитанием, если, например, из второго вычесть первое, получится 6а равно нулю, но это означает, что просто а равно нулю. Это единственная точь, когда корни совпадают. Корни совпадают. При остальных корни не могут совпадать. Ну и получается, что при а равно нулю у нас как раз это выколотый случай, ровно потому, что два корня совпали. Ну вообще на самом деле у одного полностью совпали корни с другим, потому что просто два одинаковых уравнения получилось. Здесь это хорошо видно. Ну а при остальных корни у нас не совпадают. Нам нужно, где а больше либо равно нуля. Ноль нам не подходит. Ну и получается, опять же, тот же самый промежуток от нуля до четверки. Круто! Ну вот кажется, что Тинькофф выдал нам базу. Ну это параметр, который если бы... Ну то есть хочется, чтобы Тинькофф составлял нам ЕГЭ. Вот, потому что, ну потому что тогда вот такие параметры, я думаю, что многие решат и от них хорошенечко кайфанут. Ну а если вы еще хотите заботать параметры, то я очень рекомендую вам обратить внимание на наш марафон по параметрам, где вот за оставшееся время в интенсивном режиме вы все равно успеете заботать параметры к ЕГЭ. И если попадется вам что-то такое, то вы точно сможете набрать за этот параметр пару, а то и полный балл. Такие дела, ребята, ботайте. И давайте надеяться, что на ЕГЭ 2024 параметр будет хороший. Ну а чтобы это случилось, не забудьте поставить этому видео лайк, подписаться на канал и написать в комментарии, какой способ вам понравился больше. Аналитика или графика. Ну а у меня все. Ну а я великий грешник и прошу всех прощения. Простите меня. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok